Всегда, когда говоришь о подобного рода достаточно труднопостигаемых нюансах работы, то, конечно же, все это важно пропустить сначала через горнило собственного опыта. Юрий Хариков. Российский театральный художник. Автор сценографии более чем к 70 спектаклям. Лауреат премии Константина Сергеевича Станиславского. Обладатель премии «Золотая маска» и других. На словах это может выглядеть довольно странно. Но когда ты начинаешь чувствовать, что это работает, а работает это конкретно на сценической площадке. И нужно до какого-то времени дать возможность себе терпения и труда, чтобы это донести вот в таком вот еще пока находящемся под знаком вопроса состоянии до сцены, чтобы потом убедиться, что это так, что это работает, что это точно может быть реализовано. Но это тот покой и уверенность, которая, собственно говоря, постепенно складывается в профессиональной деятельности. Не все всегда можно убедительно доказать словами. Иногда вот это чувство сопряжено в работе двух-трех художников рядом друг с другом еще и с необходимостью чувства доверия. Это вот то, что крайне важно для художника и для него самого. Потому что человек себе-то не всегда доверяет до конца. Когда мечется в поисках правильного решения, и своему, например, первому решению, не всегда доверяет. А часто бывает в практике театральной, что именно первое и оказывается самым верным. Но только дальше ты начинаешь варьировать, тебя соблажняет форма, ты увлекаешься, ты уходишь куда-то в сторону. Но потом вдруг какими-то путями ты возвращаешься к исходу. И вот это чувство доверия к себе, к своим чувствам, это тоже, чем неплохо бы начинать обзаводиться с самого начала. То есть быть внимательным к собственным чувствам. В них иногда в невербальной форме содержится глубочайший смысл. В современном театре, при том многообразии формы, которые он на сегодняшний день имеет, конечно же, является одним из самых отличительных черт его. Это необходимость знаний, очень конкретных знаний по поводу культуры. По поводу искусства и всех его видов на протяжении жизни человечества. Это и знания по поводу истории архитектуры, обязательно. И предметные, потому что, собственно говоря, с этого начинается здание театра. Это и знания по поводу материальной культуры в его аспектах достаточно подробных, связанных с бытом человека. Это одежда, это ткани, это предметы быта. Вот это все, связанное с историей драматургии театра, является залогом того, что в любом историческом материале вы будете свободно понимать реальность того пространства, которое окружало человека, который это писал. То есть через эти вещи, через знания о них, которые распространены в массе музеев окружающих нас, вы можете почерпнуть для себя, как для профессионала будущего, представление о той среде, в которой обитал в это время человек. А ведь это сопряжено и с тем, на каком языке он говорил. Материальная культура, язык всегда связаны друг с другом. Знание предметной материальной культуры дает возможность находить и иногда очень точные решения образа. Потому что даже при том, что предположить, что люди знают о времени написания произведения, знают приблизительно историю материальной культуры, хотя бы как-то, но все равно то, что содержится в языке, не всегда возможно апеллировать только к языку. Надо находить формы, которые вот это ощущение атмосферы, в котором пребывают персонажи или сцена в данный момент, насколько точно можно передать эту атмосферу, через какие вещи, через какие предметы, через какой свет. И здесь, конечно же, в первую очередь, имеет значение количество приобретенных по этому поводу знаний. Ведь знания по поводу пластики и знания по поводу костюма, вот это отдельная проблема. Я столкнулся, например, с тем, что в очень известном театре академическом молодые выпускницы театрального вуза не умеют носить классическое платье. Они путаются в полах, они спотыкаются на сцене, потому что всю свою жизнь они шмаляли в джинсах. А в институте эту дисциплину, пластики в костюме, они до конца отлынили, не научились, не придавали этому значения. И вдруг у них произведение классическое, мольер, костюмы в корсетах с этими юбками бесконечными. А они ходят кавалерийским шагам по сцене. Выглядит это ужасающе. И вот с этим совсем, с комплексом проблем нужно уметь справиться, успевая в тот короткий промежуток, который для этого отводится, научить кого-то правильно держать веер, кого-то правильно поправлять платье, кого-то правильно держать шляпу и перчатки. Кто об этом ему скажет, артист замечательный, самый талантливый, но который об этом ничего не знает, кто ему должен сказать? Художник. Поэтому надо знать очень и очень много. Но это можно приобрести постепенно, приобретая знания повседневности. Оно же ведь тоже распростерто вокруг. Поэтому я говорил об этом в очень важном профессиональном аспекте внимания. Вам нужно стараться в себе вот эту дисциплину, вот этого тактильного переживания пространства перенести в свой собственный опыт. Поэтому, когда вы начнете думать о сценографии, о каких-то решениях по заданиям, которые вам предлагаются, было бы здорово, если бы вы накопили достаточно большое количество вот этих почеркушек. готовность отказаться от того решения, которое, может быть, не кажется сейчас актуальным там режиссером. Не настаивать на нем до бесконечности, а иметь, находить возможность следующего шага, следующего предложения, чтобы любая проблема была преодолена тут же, обыграна тобой. и это тоже театр, но театр, который происходит уже на территории, собственно, такого невидимого для зрителя поля деятельности. Частью вашего задания будет еще вот выбор и определение наиболее яркого для себя и важного вот этого запечатленного в графическом виде события, связанного с работой над тем драматическим материалом, который вы для себя определите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова